добрый день или добрый вечер уважаемые зрители канала рыболовные сети и рыболовные мережи на показывать я ничего не буду буду рассказывать виталию до подписчику события и отвечать на его вопросы я немножко простыл да и скажем кому это будет информация интересно ну те посмотрят то есть звук да когда снимаю с камерой немножко далековато от себя то иногда звук западает использую беспроводную беспроводный звук и датчики небольшая помеха там соприкосновение с чем-то начинают как бы ну западать со звуком когда ближе нахожусь да тогда звук должен быть нормальный это уж технические проблемы уж извините на то что простыл да тоже в нос говорю там могу то есть поперхнуться скажем так в ходе разговора ну или иначе не будут снимать буду болеть отдыхать значит как кто внимательно слушал все моменты да кто внимательно слушал изначально и просматривал ролики я свою первую сеть рыболовную связал непосредственно в 12 лет в 12 лет а игришку или челнок да я в свои руки взял первый раз где-то в 10 или в 11 лет в 10 или в 11 лет я взял в первый раз игличку в руки скажем не просто это мне просто это как-то понравилось нравится кому-то там детям читать или там еще что-то делать да мне понравилось то есть был там знакомого отца мы к нему приходили в гости я видел что он там делал сети сети я понаблюдал мне это понравилось и я заинтересовался этим моментом потом я попросил у него там показать мне провязку сети полотна провязку он мне показал подарил игличку тогда самодельный челнок такой небольшой но в то время была совершенно другая провязка то что мне показывали и садились а сетки совершенно по-другому ну и материалы соответственно были другие я первую свою сеть скажем сделал ее уже готовую там в 12 лет него там скажем с 11 там потихоньку я ее провязывал я ее потихоньку провязывал там и чья была у меня 40 пятка я вязал сети на 45 миллиметров где-то порядка она получилась на шнурах длиной 50 метров высотой где-то 18 или 2 метра что-то вот такое это я изготовил свою первую сеть и потом всяким моментом я учился да потом познакомился с другим уже дедушкой да ну ему было порядка на то время лет наверно 70 лет 70 и вот у меня уже один не показывал мужчина там возрасте был тоже лет 40 наверно ему было а второй дедушка мне уже показывал как садить сети да я начинал садить свои сети первые на вехе до веха это такая палочка которую ты поставляешь к шнуру и по ней уже садишь сеть набираешь я че и садишь сеть расстояние получаются ровные данный набор идеально там ровно получается то есть где-то в период времени скажем уже попозже стал постарше там лет 14 до были раньше такие организации госслов назывались государственный лов да это не ловили заготавливали рыбу до в продаже у него кого реализовали я вот там в каникулу свои нам приходил иногда к ним они рыбачили как сетями бреднями там мережами нам помогал он там что-то делать смотрел изучал на каникулах крем к ним приходил то есть какие-то работы делал на смотрел как там что поле ведь и всякие заколы до мире уже кольца были тогда большие вылов рыбы там шоу я это все смотрел как это потихоньку делается учил понемножку эти моменты потом когда я ушел в армию служил в армии там в девяностые года как раз начались начались 90 года структура это развалилась полностью развалилась и когда уже вернувшись нам совсем все поменялось в стороне скажем так я задумался над тем вопросом было тяжело тяжелый момент был нам я задумался над тем вопросом как же мне в на тот период времени я женился да там появился ребенок не до учебы было была задача накормить семью на обеспечить семью и накормить заработать денег до купить кусок хлеба домой то есть я начал уже в то время полотна появились а я начал садить сетки познакомился скажем так соратникам там да с товарищем с одним тоже который этим немного занимался да мы изготовили сетки купили лицензии до на отлов рыбы техника у нас была катера двигатели это все у нас было и мы начали заниматься потихоньку рыбы начали и вылавливать и продавать эту рыбу мы как бы все было у нас законно там мы оформили документы там на тот период времени или и п или сейчас чип и я вот как бы не помню этот момент по моему и п было индивидуальный предприниматель оформлено это все было рыбу сдавали мы всес да на проверку давали документы что рыба свежая качественная и продавали сначала как частным образом возле рынка возле магазинов потом стало у нас больше там стали подбирать людей еще себе для работы до стали уже сдавать в магазин на эту рыбу то есть реализовывать и начали уже потихоньку на этом работать скажем и зимой и летом заниматься выловом рыбы в тот момент я стал задумываться над вопросом да если вот кто занимается рыбной ловли ну для того чтобы проверить все снасти требуется время до определенное количество часов там скажем ну или там полдня или день то есть какое-то время требуется чтобы проверить все эти сети я стал задумываться в тот период времени как же сделать так чтобы за тот же промежуток времени в такое же количество сетей поймать больше рыбы то есть затратив столько же времени проверив допустим там не пять километров сетей там примеру 4 километра сетей да но поймать при этом больше рыбы и в этом случае я уже стал изучать этот момент да я стал пробовать разные сады на сетях по-разному их садить я стал изучать литературу разнообразную литературу по рыбе по отдельной породе рыбы то есть ее поведение как ведет себя ее образ жизни летом зимой до предпочтительные глубины и всю такую информацию я стал изучать на то время конечно не было интернета да я уходил в библиотеку выписывал какие-то книги да там присылали мне почты что мне заинтересует и познавал вот эти все моменты то есть усовершенствовал скажем все сеть в дальнейшем когда уже непосредственно я стал заниматься рыболовными сетями и отправлять уже их в разные регионы до нашей россии в разные уголки нашей страны появились у меня скажем так постоянный уже клиент которые пользовались продукции там моей они уже стали только заказывать у меня эти сети и кто были клиенты уже постоянные да я им делал сети и спрашивал у них через какой-то период времени я им звонил да и интересовался как что как попадает рыба как удобно человеку да все эти моменты я познавал познавал и уже то есть готовил я сейчас вам непосредственно да буду рассказывать и показывать скажем средние величины рыболовных сетей разных рыболовных сетей буду показывать вам средние величины то есть на этих средних величинах вот ответ евгению да то есть это расстояние евгений она уже выработана годами годами опытом практикой всем то есть изучено все вы можете сделать сеть по-другому до примеру взять тем там подскажу как ее взять на вы возьмете те же самые материалы до сделаете сеть и поставите две сетки для сравнения одну сделанную как я вам сказал а другой сделано как по-другому я вам скажу да будет стоять одни все шнуры одинаковые полотно одинаково но в одной рыба будет в другой сети рыбы не будет и просто не будет мы не будем рассматривать с вами вопрос скажем в регионах в разных регионах россии да то есть применяемый как раз посадка сетей да и заточенную допустим под каждую породу рыбы так как вы любители да скажем так большей степени ну и даже профессионалам вполне хватит тех роликов видеороликов которые я буду демонстрировать вам вполне и хватит для того чтобы поймать рыбу для сравнения то есть которые сети вы сделаете да или там покупные или еще чита да ну их поставить и реально увидите разницу разницу в ловле этих сетей разницу в том как они поймают сети бывают разнообразные и вылов рыбы идет по-разному есть сети донные как я рассказывал есть сети на среднюю глубину допустим если у вас к примеру глубина там 15 метров то сетки будут стоять посередине да там на 7 метров до выставляются сети просто невнимательно немножко слушали есть сети которые выставляются поверхностные ловят поверхностную рыбу они совершенно другому изготавливаются по-другому да совершенно по-другому делаются когда вылавливают поверхностную рыбу то есть разнообразие сетей очень большое да и я вам даю как бы среднее понимание дам по сетям чтобы у вас не было там каши в голове до каши просто не было в голове то есть вот эти величины с этими величинами вы поймаете рыбу в любом уголке нашей необъятной родины в любом уголке я делаю конечно сети скажем профессионально специализированные сети я их делаю тем клиентам которые уже давно меня знают давно со мной знакомы да то есть знаю уже в каких районах какую рыбу они там ловят да и уже готовлю именно сети под них непосредственно сети под них что такое различие допустим сеть простая рыболовная сеть да она имеет вот такие значения величины и есть также сеть профессионально специализированная то есть различие в том что она поймает больше рыбу то есть если простая рыболовная сеть до ручным способом я сейчас рассматриваю ручной способ она поймает допустим какое-то количество рыбы если сеть уже профессионально второй вид да она поймает процентов на 15 больше чем простая рыболовная сеть если профессионально специализированная сеть и уже сделано заточена до под какую-то породу рыбы которые необходимо поймать да то она поймает рыбы относительно простой рыболовной сети на 25 процентов больше то есть понимаете разницу также сеть тот же метраж этой сети те же материалы но сеть допустим профессионально специализирована она поймает на 25 процентов больше то есть вот как бы считаете да но уже более такие сложные сети они ну это уже надо знать места до изучить много я повторюсь да что мы рассмотрим вам средней величины вполне это достаточно до для любителей или начальных профессионалов это вполне достаточно чтобы поймать рыбы просто наловить рыбы на и в тот момент да там мои самые близкие там родные мне люди да они просто там называть меня паук там паучище да паучок то есть по-доброму так ласково да ну и задают вопросы что только бы начал там деятельность до своем что не сожидать там ли себе конкуренцию на что я отвечаю да нет конечно если кто-то даже изучит все моменты и применит это в своей жизни да но я буду только рад что кому-то я помог кому-то там кто-то недопонимал да начнет немножко понимать да кто-то может возьмет это за основу и будет работать я же не знаю сколько прослужит этот youtube там до прослужит он там год-два или десять или как у нас обычно в стране бывает правительство возьмет там его закроет да и все там домен вычеркнет из реестра и никто не будет это знать у меня нету допустим сына да ну нету не дал мне бог сына да конечно если бы у меня был сын да я тут не сидел вам не рассказывал и не приносил это все на блюдечке золотой каем очка да ну а зачем правильно нет меня учили деды которые там я был пацаном там в десять лет меня деды там учили в котором 60 там 70 80 лет был я столько знал этих рыбаков хороших да очень то есть рыбаков именно специалистов почерпал от них какие-то моменты да правильно вы смотрите на какой-то канал да вам там показывает что-то да все этим сделал ну хорошо молодец по поводу конкуренции до рыболовной сети это же скажем я занимаюсь бизнесом рыболовной сети в нем имеют там одну сотую процент до именно рыболовной сети потому что как я вам уже говорил да я занимаюсь сетными изделиями то есть это разнообразие очень большой я могу полдня вам там потратить перечислять что я делаю то например у это вещи в обиходе которые везде да там в данный период времени там зажиточные люди да у которых есть деньги мода у них пошла там они у себя в домах там делают там игровые площадки обязаны и да чтоб там мячик не улетал дети не падали натягивают себе гамаки такие большие в площадях да под потолком там порядка площади но большие под 40 там 30 квадратных метров бывают вяжешь им гамак крепишь его там по на потолок на стены да там высота порядка там пяти семи метров от пола дал там дети прыгают кувыркаются они лежат там газету читают то есть кто-то на яхту там делает себе гамак то есть вот таких работ очень много да там театральные сети до их просто взять везде в обиходе то есть театральные сети к примеру на стадионы там ворота обтягивают там телевизор чтоб шайба мячик не попала там допустим те же мусорные машины которые непосредственно там возят мусор до заказывают у нас сети там с более толстого шнура там четверки чтобы они долго служит возят накрывают этот мусор непосредственно чтобы мусор этот не разлетался до с машины то есть работ очень много дают там примеру есть такие ну скажи мне давно уже не ездил в поезде плацкарте да там плацкарте или в купе все равно да в поезде утра раньше были у каждой полочки там до которая лежа лежит пассажир были полочки на стенах такие под газеты там складывать газеты или какие-то мелкие вещи и эти полочки были обвязаны там до или леской или там шнуром ниткой до игру давно не ездил на поездах но допустим военно-морском флоте в м.ф. эти полочки остались они более усовершенствованы эти полки да мы более качественно сделаны да и вот наша компания допустим для в м.ф. обвязывают эти полки да есть у меня контракт по этим полкам до обеспечиваем все корабли наши российские этими полочками если даже моряки какие посмотрят да они скажут да есть такие полки не знаю там что они ложат и как у них там в кубрике это крепится на каких местах я не был на корабле я не знаю скажем так этих работ очень много разнообразие работ очень большое сетное также делаются детские площадки в настоящее время там там опутываются там скажем камеры к примеру до шары там обвязываются подвешиваются как этот самый как груша дети вот качаются на них там прыгает веселяться то есть ну играются радуются жизни большие как бы площадя очень много работы то есть ее очень много за разнообразие сетного применения она очень большой вроде кажется что это нет это очень много работы большую кропотливой работы вот такие вот моменты да то есть это на познавать все узнавать сюда это если выложить всю информацию там скажем вам по сетям но это будет большой объем это на потратить не один год о каких-то моментах до вам рассказывать всем если даже мы затронул я вот эту тему канала до скажем так ну скажем передать опыт надо кому-то да может youtube будет работать там 20-30 лет так ну хорошо кто-то возьмет на заметку кто-то уже сможет чему-то поучиться кто-то что-то уже познает кто-то кому-то что-то передаст это ремесло да ну я буду счастлив что я не зря скажем потратил столько лет до изучением этого момента всего рукоделия скажем этого ремесла до скажем потрачены у меня года до много там и материала и всего и также говорю я общаюсь со всеми то есть рыбаками до артелями меня хорошо знают до мою продукцию то есть все просят все то есть выработать хватает и тем более якобы ни один работают я вам создаю один да у нас довольно таки большой штат кто делает но потом создам попозже вам ролик да там ну так что кто работает чтобы увидели с какими людьми там кто он там что-то делает и то есть эта работа очень большая то есть много работы здесь нету ничего я говорю я буду только рад что если кто-то возьмет на заметку кто-то получится да кто-то это научится передаст там кому-то по наследству детям еще кому-то ну так это же будет хорошо я же от вас в примеру ничего не прошу давно он посмотрите на небо да посмотрите просто на небо и скажите в просто в воздух спасибо вадим да ну вот просто спасибо вадим за информацию ну и больше там не от вас ничего не надо в принципе я не стремлюсь там что-то мне это не надо да просто он сказали подняли руки вверх спасибо вадим за информацию все все ну так работает вселенная понимаете то есть она так работает она все притягивает мне хватит от вас одного спасибо какие-то вопросы еще будут если как-то непонятно это все рассказал да вот же не понимаешь до рассказывать именно почему вот так это расстояние на игру это можно потратить весь день почему то а если уж рассказывать какое расстояние там на какую-то рыбу да и как ее поймать для меня то не составляет этого труда до сделать сеть которую поймает рыбу даже в болоте скажем да я и уже столько информации да но и в болоте поймаю такой разносторонний человек люблю чудо познавать люблю там что-то делать сам всегда сам с детства как любил делать что-то да так и все и делаю до сих пор что-то делаю что-то изготавливать также к примеру когда мне там первую на тему подарок был когда от там дедушки я получил там первый свой челнок там мужчина мне дал до который мне дал чтобы там потренировался но он посмеялся что но ребенок хочет он подарил мне его дошла будет не будет заниматься ну конечно ребенок тогда достал папу своего который он был рыбаком да ну ничего не умеет это делать скажем в то время там и на законы были что браконьерство скажем тогда же при коммунистов не было такого что разрешение там только гослов имел право ловить рыбу простые люди не могли ее ловить все эти тем более это были подсудное дело было это сажали за это до садились конфискации имущества это все было то есть был период времени когда даже уже постарше отец если рыбачил на озерах там еще сетями но когда стало более жестко то тогда он даже прекратил раздал все эти сети к бы подарил это все кольца сети все абсолютно ну я нравилась этим заниматься да я все равно это все делал ну и просто как бы дарил каким-то рыбакам я просто от себя это дарил как презент хорошим там друзьям отца да я их просто дарил так вот мне подарили первый чулок понятно что я папу тогда достал что папа мне нужны нитки а тогда нитки было трудно достать там эти капроновые вот папа там по своим там связям везде там выискивал там интернет это не было тогда под связи им совсем там доставал мне эти нитки где-то там с производства уж не знаю в продаж я не знаю каким образом но мне тогда достались катушки катушки где-то грамм по 50 они были небольшие катушки вот они мне достались а папа мне тогда с запасом взял этих катушек да и капроновых и лавсановых и чтобы не подарил на какой-то праздник эти катушки упаковках вот я был счастлив а потом когда уже один дедушка мне скажем там тоже старый дедушка был лет 80 ему тоже я у него какие-то моменты там изучал с ним общался он понял что я заинтересовался парень там малой он мне подарил чулок но чулок тогда в тот период времени назывался как знаете как автомат чулок автомат смысл его был скажем круглый он такой был в трубка трубка до полая трубка в ней была расположена такая шпуля как можно сказать как катушка такая шпулька как катушки на только тонкая и принцип действия вот как знаете как швейная машинка да в ней там вставляется в этот катушка катушка вставляется в такую шпульку и потом там в швейную машину она закрывается да ну и тут также такой же принцип действия был наматываешь нитку на шпульку до вставляешь в этот челнок затыкаешь челнок там нитку пропускаешь и нет к просто как бы сходит все время я был счастлив там подарили мне на день рождения там этот челнок ну он там самодельный был я был счастлив там доволен то есть прыгал там вязал им все ну хочу сказать что в тот период времени да я был счастлив таких вещей не было не было но потом как бы лучше челнок это вот простой челнок которым сейчас пользуюсь вам показывают самый хороший удобный челнок другого нет то есть стали уже делать производства не надо было самому там их высверливать выпиливать вытачивать эти челноки все это делать то есть вот такой как бы вам рассказ да я думаю что познавательный да там уж вам судить вроде как я вам ответил виталию евгению на их поставленный вопрос спасибо за внимание до новых встреч